Это качество часто вызывает споры, так как оно весьма неоднозначно. Кто-то утверждает, что оно только тормозит человека, а другие говорят, что без него вообще не получит результата, который ты хочешь. Я же на своем опыте убедился, что это качество весьма полезно. И оно, как, впрочем, и любое другое, может принести и вред, и пользу. Все зависит от того, как вы его используете. Что это за качество? Это стремление к совершенству. Стремление к совершенству абсолютно не означает, что вообще все, что вы делаете, должно быть идеальным. Это означает, что вы делаете все возможное, чтобы выполнить свою работу качественно. И делаете это с полной самоотдачей. Вы прикладываете усилий больше, чем все остальные. Вы выкладываетесь на все 100%. Заметьте, очень много людей, которые используют в своей жизни, подход и так сойдет. Поэтому и живут такой жизнью, которая и так сойдет. Ну, сносно. Человек, который стремится к совершенству, он не довольствуется посредственными результатами. Он действует дальше, чтобы стать лучше, чтобы стать эффективней. Он набирается необходимого опыта и делает все, чтобы достичь лучшего результата. Конечно, такой подход требует больше усилий. Но поверьте, это того стоит. Какое получаешь наслаждение, когда достигаешь намеченных высот? А потом для тебя открываются новые горизонты, и ты стремительно идешь к новым вершинам. Вот замечательная история, как следует относиться к своему делу. Кузнец, который ковал крюки для предводителей царского войска, даже дожив до 80-летний, чуть не утратил своего мастерства. Как ты искусен? Воскликнул один из военачальников. Есть ли у тебя путь? Да, есть. И ваш слуга бережно хранит его? Ответил кузнец. Когда мне было 20 лет, я полюбил кузнечное ремесло. Ни на что другое я внимания не обращал. Ничто, кроме крюков, я не делал. Я был так поглощен своим делом, что я даже ничего другого не замечал. Вот так. Не думая, праздно, о том, как лучше использовать вещи, я в конце концов извлек для себя великую пользу. Вот как следует относиться к любому делу в жизни.